В средствах массовой информации было сообщение, что Сенат США обязал американских военных и разведывательные службы предоставить всю имеющуюся у них информацию по неопознанным летающим объектам. Вопрос следующий. Как это будет выглядеть? Что будет казаться на первый взгляд? А что будет происходить в реальности через 180 дней по имеющейся у вас информации? Ну, во-первых, это в течение не более 180 дней, то есть это может случиться и завтра, теоретически. А во-вторых, что это будет, это будет очередное промывание мозгов. Доклад будет состоять из двух частей. Одна часть будет обнародована, а вторая будет секретная. Но даже в секретной части не будет никакой важной информации. Дело в том, что эти сообщения, которые позиционируются как раскрытие информации, предназначены, чтобы заложить фундамент. Это как бы ступеньки к следующему, более серьезному сообщению о том, что инопланетяне представляют угрозу, которая будет предназначена для того, чтобы вызвать воинствующую, тоталитарно-фашистскую, мировую реакцию на факт существования инопланетян. И чтобы оправдать усиливающуюся тенденцию вывода оружия в космос и объединения всего мира против общей угрозы. У людей есть два способа объединиться всей планетой. Первый способ — это всемирное сотрудничество, сотрудничество в космосе через миротворчество. Это светлый путь. Но люди, которые получают огромную прибыль из военно-промышленного комплекса, думают, что лучше объединяться против очередного врага. Ведь всемирного терроризма становится все меньше и меньше. Никто уже не верит в то, что мы действительно будем запускать ядерное оружие вместе с Россией и Китаем. И единственный путь, которым они могут развивать свой бизнес, — это преувеличить и сфальсифицировать угрозу из космоса. И этот план они вынашивали уже более 60 лет, еще с конца 50-х годов. И задача как раз этого доклада и причина того, что он просочился в средства массовой информации здесь, в Америке, все это запрограммированные, запланированные утечки, так называемые, которые созданы для того, чтобы связать их с тем, что якобы существует угроза национальной безопасности.